Солнечные дни остались позади, но некоторые водители все еще скрываются под слоем тонировочной пленки. Сотрудники госавтоинспекции решили напомнить автовладельцам о запрете на тонировку. Особенно актуально это в осенне-зимний период, когда и без того темно. В темное время суток, а сейчас темнеет достаточно рано, видимость и так очень ограничена, а в тонированной машине практически ничего не видно. И на практике пешеходы у нас одеваются практично и, как правило, в темную одежду. В общем-то, обычному водителю достаточно сложно их определить, а уж при тонировке это практически вообще невозможно. Поэтому мы заботимся о безопасности участников дорожного движения, как самих водителей, так и пешеходов. И, конечно же, заостряем и на этом проблему. За час наблюдения пять тонированных не по ГОСТу автомобилей попали в поле зрения инспекторов. После измерения светопропускной способности автовладельцам предложили на выбор удалить пленку на месте, либо оформить снятие госномеров. Большинство избавлялись от тонировки сами, но были и те, кто предпочел без номеров добраться до автосервиса. Недавно сдал на права, и машина стояла год в гараже, и то есть не успел снять. В ближайшее время сейчас буду снимать ее в специальном сервисе. Я не смогу ее снять, потому что она остает разводы, и я не смогу дальше продолжить движение. Оказалось, кроме удаления пленки и снятия номеров, существует и третий вариант развития событий. Бросив машину, водитель и пассажир скрылись. Позже выяснилась еще одна причина такого стремительного бегства. Владелец этого авто – злостный нарушитель. Инспекторы в догонялки играть не стали. Сняли отпечатки пальцев с автобегуна, а саму машину поставили на учет. Теперь владелец сам должен будет явиться в ГИБДД для дачи объяснений. Иначе у него возникнут неприятности на первом же посту ГАИ. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.